Друзья мои хорошие, приветствую вас на канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро Е. Тема касается ETS Америки, версии 1.44, Америка вышла вчера в бета 1.44, по нему видос будет чуть попозже. Сегодня просто на примере ETS мы сегодня поговорим с вами про круиз-контроль. Сегодня прям бог велел сделать этот видос и в принципе вообще поговорить про круиз-контроль, что это такое. У меня такого видео нет на канале, многие меня просили. Ребята, делаю, как говорится. Смотрите, начнем с того, что круиз-контроль добавлен был в старых версиях игры ETS 2, еще в версиях 1.11, 1.15, что-то в этом духе. Он не имел никакого функционала, кроме как просто включение круиз-контроля и фиксация определенной скорости на грузовике. В 1.25, по-моему, 1.23.25 добавился адаптивный круиз-контроль с шагом регулировки увеличения и уменьшения круиз-контроля. Тоже покажу. В 1.44 добавили функционал адаптивного круиз-контроля, который позволяет держать дистанцию до впереди идущего автомобиля и сам грузовик, сам автомобиль будет оттормаживать автоматикой без участия водителя, кроме как вы будете просто рулить рулем. Больше вы делать ничего не будете. То есть сама автоматика будет разгоняться и тормозить, и держать дистанцию до впереди идущего автомобиля. Как это все работает? Давайте посмотрим. Естественно, у вас должна быть бета-версия 1.44, потому что функционал работает только в 1.44 и только через прописку в консоли. Пока что это экспериментальная версия, и разработчики никаких ползунков, никаких галочек не добавили в настройку игры. Пока это все в эксперименталке. У меня дефолтная сканя, поехали. Заходим в настройки игровой процесс. Смотрите, ребята, спускаемся мы до вкладочки с круиз-контролем. Что из себя представляет круиз-контроль шаг регулировки? Это включение... Круиз-контроль включается в ЕТСе на скорости 30 км в час. На 20 не включите. Минимальный порог включения круиза 30 км в час. В Америке это 20 миль. Включили вы на 30 круиз. Шаг увеличения вы можете поставить 1, 2 и 5 км в час. Что это означает? Едете вы при скорости 30 км в час, нажали кнопочку увеличения круиз-контроля, у вас в зависимости от выбранного значения увеличивается круиз на 5. Было 30, стало 35, нажали еще 40, 45, 50, 55 и так далее. Это самое удобное, кстати. Позволяющее нормально тормозить, если вдруг. И чувствовать круиз. 2.1, ну соответственно. 30, 31, 32 будете щелкать, пока вы не там... Да хотите 60 км набрать, вот будете щелкать. По одному. Надеюсь, понятно. Адаптивный круиз-контроль, как я и сказал раньше, не имел функционала никакого. Потом добавились отклонения. Есть вариант выключено вообще. Отклонения 0, 5 и 10. Что это такое? При включении круиза, допустим, на 60 км в час и фиксации скорости 60 км в час, и у вас будет спуск. При отклонении в 0 у вас грузовик будет на спуск держать 60 км ровно. Если будет отклонение 5 и стоять функция, у вас будет грузовик догонять 5 км в час, то есть будет на спуске 65. После выравнивания на дороге скорость обратно уйдет до 60. 10, соответственно, на спуске до 70, при ровной дороге 70 до 60 автоматически будет по системе ретардера, либо горного тормоза, в зависимости от того, что используется в грузовике, будет срабатывать. Надеюсь, понятно. У меня стоит 0 отклонения и 5. Теперь по кнопкам и клавишам, ребят, круиз-контроля. Спускаемся мы до варианта круиз-контроля, биндим кнопки. По умолчанию на клавиатуре это кнопочка S. Увеличение и уменьшение круиз-контроля это блок нумпада плюс и минус обычно. У меня это, естественно, на руле я сейчас все это дело выставлю на круиз вверх и вниз. И круиз-контроль возобновить, что это такое? Эта кнопка биндится для того, чтобы сделать следующее. Опять вы едете 60, включили круиз-контроль, держите с 60 скорость автоматикой, круизом. Какая-то случается экстренная ситуация, вы нажимаете на тормоз. При нажатии тормоза отключается круиз-контроль. Тем самым вы берете управление полностью автомобилем на себя. Именно акселератором и тормозом. Сделали. Сделали. Потом как бы проехали, и вам нужно обратно вернуться на то значение, как вы хотели. На предыдущий круиз 60. Нажали кнопку возобновить круиз, у вас срабатывает круиз, включается, и сразу автоматически ставится скорость в 60. Кто хочет, можете пользоваться этим функционалом. Теперь поехали. Я нахожусь на дефолтной скане. С включенным трафиком все дела. Завожу я шарманку, у меня немножко скане подбитые. Смотрите, на блоке, на кнопку И или ШРУСКОЙ, у нас есть здесь на бортовой компьютер любого грузовика. Практически современного. Есть у него вариант вот здесь вот, на скане. Круиз-контроль. Специально показываю. Начинаю разгоняться. Разгоняться. Вот я сейчас еду 20, нажимаю на круиз, на этом самом. У меня не включается. Как только я наберу скорость 30, у меня включается круиз-контроль. Который будет держать скорость 30 без нажатия газа. Все, я еду 30. Как я и сказал, увеличение круиз-контроля на плюсик, на минус. Там, допустим, нажимаю 5. 5, 40. Вот, да, смотрите. 40. Нажимаю кнопку 45. 50, 55. И попер. Допустим, 90. Все, машина у меня начинает набирать 90 км в час без участия газа ногой. И мне остается только просто ехать. Допустим, не надо зайти в поворот. Я потихонечку нажимаю уменьшение круиз-контроля на 5. И получается 85. 75. Автоматик срабатывает. Начинает автоматически круиз сбрасывать с помощью системы ретардера. Либо горным торможением двигателя. Не горным, а торможением двигателя. В зависимости использования. Ну, в зависимости, что в автомобиле есть. Если вдруг нет ретардера, будет срабатывать торможение двигателя. Либо ретард. Короче, едем. Давайте пока едем потихонечку к 65. Останавливаю. Так неудобно. В 1.44 появились консольные команды, которые позволяют включить адаптивный круиз-контроль, чтобы автомобиль держал сам умственную дистанцию за впереди идущим. Если у вас круиз 100, а впереди едет машина 60, наш автомобиль поймет, что впереди едет 60 автомобиль и заранее начнет оттормаживаться, чтобы не влететь. Консольная команда называется G, нижнее подчеркивание, SSM. Имеет по умолчанию значение 0. Выключено. Функционал следующий. Значение от 1 до 10. Это дистанция, которую вы прописываете, чтобы автомобиль понимал, на каком расстоянии ему начинать тормозить, если он видит впереди препятствия. 1 это 1 метр, как я понимаю, как я тестировал еще вчера. 10 это 10 метров. Рекомендую ставить 10 метров, потому что трафик, сами понимаете, в ЕТС и Америке, какой он начинает резко тормозить, вы не успеете оттормозиться. 10. Теперь поехали протестируем. Вот я завелся. Начинаю ехать. Ребят, прошу прощения, гундошу, у меня горло болит. Что-то заболел, короче. Ну вот. Шмыгаю. Вот набираю я, допустим, 100, даже 110, 120, специально, чтобы догнать впереди идущий трафик. Прям 130, пускай наше сканер попытается наваливать. Ну, конечно, в горку не получится, но хоть как-то. Нам нужно догнать трафик. Мы догоняем. Он 140 даже круиз поставил. Видите, скорость 140. Смотрите. Я догоняю впереди идущий автомобиль, у нас автоматика начинает сама... Вот, это просто у меня тормоза такие. Начинает сбрасывать. Видите? Что у меня с тормозами? Тормоза какие-то резвые. Какие-то у меня тормоза здесь резвые, ребят. Сейчас, секундочку. Что-то у меня с тормозами здесь вообще беда на скане. Вообще непонятно почему, но тормоза какие-то у меня жесткие просто. Просто жесткие стали. Ну, не суть. Ладно, давайте еще раз попробую показать. Естественно, суть заключается в том, что... Он начинает очень быстро скорость снижать, поэтому машины уходят в шлиф. Вот я сейчас разгоняюсь, включаю круиз-контроль. 70, 80, 90 набираю. 100. 120. Специально опять буду пытаться догнать. То ли обновилась игра, то ли, не знаю, но у меня почему-то с тормозами беда случилась. Тормоза какие-то стали вообще... Бешеные. Попытаюсь догнать кого-нибудь. Если получится. Впереди иду еще. Пока доеду сейчас, блин. Нету трафика нигде. А, ну вон впереди. Давай сейчас его... Вот так вот. И за ним. Вот я сейчас, смотрите. Включаю круиз. Ну, трафик уезжает от меня. Ну вот, 110. Смотри, что получается. Я еду за ним. Естественно, я должен идти в полосе конкретно, чтобы машина держала. Да еб твою медь. Вот машина начинает сама оттормаживать. До впереди идущего автомобиля я только газ держу. Вот, смотрите. Я ничего не делаю, только рулю держу. Машина начинает сама оттормаживать. 30, 30, 30. И я все, поехал. Прест оплачен. И я ничего не жмакаю. Даже руль не держу. Машина сама разгоняется. У меня круиз 90 стоит. И машина сама пошла разгонять. Видите, 50, 60. Я ничего не делаю, даже газ не нажимаю. Она сама оттормаживает и сама разгоняется за впереди идущим. Вот видите, я сейчас держу. Я сейчас за ним еду. Машина не дает мне сделать круиз там 130. Потому что впереди идущий автомобиль едет 90. Ну, собственно, вот как-то так, ребят. Потому что что-то с настройками, видимо, у меня. Рулевое управление. Чуть у меня он вьюз уходит и все. Не должно такого быть. Ну, вот сейчас попытаюсь до него доехать опять, держа скорость. Вот, 114. Он едет где-то 90. А, 110. 110. Трафик едет по 110. И вот я буду сейчас догонять его. И машина будет... Вот, видите, я ничего не делаю. Ее, наверное, театр заколебал. Это сканер. Ну, вот. Ну, суть понятна, да? Суть понятна. Надеюсь, как это происходит. Вот опять впереди у нас Тепас. Я не знаю, почему так вьюз кидает машину. Сейчас. Ну, вот. Автоматика срабатывает. И все. Вот. Я ничего не делаю. Газ я не жму. Я специально за ней еду. Тем самым машина, смотрите, тормозит. 50, 40, 30. Проезд оплачен. Я ничего не делаю вообще. И машина за ней сама разгоняется. С настройками я посмотрю. Что-то непонятно, почему у меня так вьюз уходит. Вот, видите, она тормаживает. Я, естественно... Машина тормозит сама. То же самое. Надеюсь, понятно. Ребят, и второй функционал. Называется G-Break 0. Вот это. Break 0. Что это такое? Это экстренное торможение. Я включаю на 1. Что из себя представляет? Я набираю скорость сейчас. Включаю круиз и набираю максимум скорости. Смотрите. Если я сильно его догоняю, прям конкретно, прям конкретно догоняю, даже можно без круиза. Смотрите. Газ жму. Машина включает аварийку и начинает экстренное торможение сама. Причем жму я газ, газ у меня не срабатывает. Какое-то время газ не работает. Вот, смотрите, сейчас вот. Все. Это называется экстренное торможение. И автоматически включается аварийка. Ребят, надеюсь, показал. Надеюсь, понятно, как это работает. В принципе, потестите. У меня что-то с настройками. Надо будет смотреть по настройкам, почему у меня так в юс уходит машина. Непонятно. Надо будет глянуть. Ну, вот такой вот функционал. Надеюсь, понятно рассказал. Спасибо за внимание. С вами был Дима. Канал Добро. И до новых встреч в стримах. Не забывайте лайк и подписывайся на канал. Удачи.